Периодически будем чуть-чуть дымить, чтобы наводить ужас. Я с детства мечтал наводить ужас на всех. И теперь вот мы жалуемся, что мир такой ужасный. За все, что происходит в этом мире, я не сразу, но с недавних времен научился винить себя. Не винить, а чувствовать свою ответственность. Ну да, ты виновник. Я имею в виду, что ты виноват, и тебя надо наказать, а ты виновник, то есть причина. Причина, да. Причина точно. Но в том, что здесь происходит, к сожалению или к счастью, никто не виноват вообще. Никто не причина. Все причины, но никто не виноват. Понимаешь, вот то, какими мы сложились, как сформировались наши ума и тела, это ведь по воле обстоятельств. Тут родители, тут школа, тут какие-то жизненные ситуации. Вот оно все нарисовалось. Как в этом можно кого-то обвинять? Ну, можно. Почему бы не обвинять? Ну, можно. Можешь обвинять. Смысл. Вот что с этим делать, это уже интереснее. Смысл. Если мы просекаем то, что мы являемся причиной того, что происходит вокруг, то, значит, мы можем что-то с этим сделать. Да. Или вообще просто обвинять всех, например. Ну, это проще всего. Этим все и занимаются. Ну, а зачем усложнять? Зачем жизнь усложнять? Проще же вам сказать вот они и доказывать. Единственное, что вот как мы недавно говорили про мухоморный трип, именно не путайте трип с истинным погружением. А трип – это некий казус ума. То есть когда, как у Чехова, мы попали в запендю. Такое. Трип – путешествие в свое подсознание. А вот что там у тебя в подсознании – это зависит от того, как ты прожил свою жизнь. Ты встречаешься со своими конфликтами. Они могут быть запрятаны как нереализованная какая-то радость. Поэтому трип может быть невероятно насыщен какими-то детскими аллюзиями, погружениями вот в это детские всякие состояния радостные, которые, да, а также и страхи вдруг вылазят в какой-то момент. Это всегда вот некий конфликт. То есть конфликт с тем, что ты запрятал в своем сундуке или каким-то образом это там утрамбовалось. И вот эти залежи вот начинают раскрываться. Им пофигу как. То есть они могут как и ужасные залежи, так и какие-то там… Но тебе-то не пофигу. И если трип – это прорисовка всей твоей жизни, ну, просто в концентрируемом таком виде, да, то выходит, что ты и живешь все время в том, что приходит тебе в трипе. Что у тебя на поверхности твоего подсознания накоплено. В виде нерешенных каких-то конфликтных проблем, да, непрожитых эмоций. Это можно поменять. То есть если заняться своим умом как инструментом, все можно почистить, подточить. И, как говорит один мой любимый мастер, поменять данные в своем подсознании. Это нам об этом все вообще говорит. Любой фрагмент нашей жизни говорит о том, что мы можем менять, чистить, убирать, чистить. Вот плохо живется. Взял, помыл квартирку, вымыл ее, подмял. И уже как-то легко. Окошко открыл, проветрил. Хорошо. Вот стало вдруг. Вопрос в том, как получить доступ к своему подсознанию, не используя такие экстремальные методы, как грибы, например. Прости, я забыл, с чего я начал, когда про трип начал говорить, с чего, что я хотел сказать про трип. Блин. Что есть трип, а есть не трип. Да, нет, ну а к чему я это? Сейчас там очень важный момент, прям вот важный, если мы его вспомним, все решится. Вот это уже начался трип. Я это придумал себе. Кстати, многие вещи, которые ты себе придумываешь, говоришь, вот оно, если я так сделаю, все, все моя жизнь наладится. Вот, закрой вот этот гештальт или там еще что-то. Не было у тебя такого? Да, постоянно это у всех, но это вот, это самое главное, обман у меня есть. И я закрыл, как мне казалось, несколько гештальтов, и хуй, ничего не изменилось. Еще и хуже все стало. Нет, хуже относительно тех ожиданий, которые, в которые ты вкладываешь критерии того, что лучше. То есть, а когда оно без критериев, ну и сделал, и закрыл. Я после этого, когда закрыл некоторые вот моменты там связанные, вот они висели там годы, десять, двадцать, тридцать лет висели какие-то моменты, которые были недоделаны. Я все время мучился угрызениями совести, я просыпался в холодном поту ночью, у меня учащалось сердцебиение, когда я вспоминал эти гештальты, и все, вот этот ужас от того, что ты вот проебал какие-то вещи. А если бы их сделал, они бы тебе дали что-то, что тебя бы возвеличило каким-то образом и реализовало. И вот я добрался до этих моментов, доделал один за другим. И доделал их в ожидании того, что вот, ну давай, давай, вот оно сейчас произойдет. И ничего, и тишина оттуда. Причем такая тишина холодная, с холодным таким могильным ветром. Кто-то оттуда смотрит и говорит, ну что, попробовал? Попробовал, ждешь? Ну жди, жди, сейчас я до тебя дотянусь. Только не то, что ты ожидаешь, это будет тебе больше. Ну короче, ладно, херня это все. Это сейчас мой этюд артистический. Это он очень классный. Это прямо пальцем в луну. Потому что на самом деле-то нужно расслабиться. В том, что есть. В том, что есть прямо сейчас. Неважно, что у тебя есть. Как у тебя решаются задачи жизненные, да? Как строится сценарий. Если ты всему этому сопротивляешься. Ну из соображений, как должно быть, как не должно быть. Что хорошо, что плохо. Успел, не успел. Хороший я мальчик или не очень. Вот. Ну, косячишь. Обязательно косячишь. А если расслабляешься, смотришь вдруг, ловишься на то, что происходит-то все само. Угу. Больше того, даже вот этот вот человек, которым якобы ты являешься, если посмотреть на его поведение, на его проходку по жизни, да? Это тоже все происходит само. В этом нет твоего участия. Ты на это смотришь. А происходит все само. Ну, практически на автомате. И вот вопрос такой висит, да, в воздухе. Что делать-то с этим? Совсем. А ничего. Да. Потому что то, как это происходит, зависит только от того, как ты на это смотришь. Да. Вот качество и способ твоего смотрения на свою жизнь, на жизнь вокруг тебя, на твои движения повседневные, какую-то моторику мелкую, да, на реакции свои. Все это определяет. То есть твое смотрение определяет то, что происходит, то, на что ты смотришь. Твое смотрение, оно как бы заказчик, оно дирижер. Дирижер, да. И режиссер, и оператор, вот все вместе. И зритель одновременно. Да, ты как бы дирижируешь своим смотрением жизнь. И это единственное, что ты можешь сделать. Но фишка в том, что это не деланье. Вот смотрение, внимание к тому, что происходит, деланьем не является. А вот когда ты влипаешь в делателя, который типа здесь вот на механическом уровне что-то может изменить, как-то может переиграть. Вот это вот я достигну, вот здесь я закрою гештальт, вот там я наложу отношения, а вот здесь вот я куплю себе новую там какую-нибудь игрушку. Ничего не происходит. А вот то, как ты смотришь на то, что уже происходит прямо сейчас, независимо от тебя, определяет все кардинально. И тут только два варианта. Либо ты смотришь через сопротивление, через фильтры ума, хорошо, плохо, боюсь, хочу. Либо ты смотришь из любви к себе и к своему творчеству, своего смотрения. Вот эту волну мне и нравится ловить. То есть после того, как вот эти ожидания меня провели хуем по губам, я могильным причем пенисом, у меня еще куча всяких тоже открытых было гештальтов, я просто перестал к ним относиться как к гештальту. То есть это просто некий созревший, может быть, знаешь, как вот чай, его же, некий хороший сорт чая, он лежит долго, гниет какой-то, превращается в пуэр и так далее. Вот некоторые свои работы, некоторые свои видеоэтюды, а я занимался очень много всякими вот такими амбициозными видеоэтюдами. Почему амбициозными? Потому что они были движимы моими амбициями. Я суперхудожник, я лу, блядь, сейчас я тут всем покажу, кто здесь на коне, на самом важном коне и кто знает, у кого ключи от мироздания, не просто мироздания, а от творческих тайн, так скажем, от тайн искусства, от тайн того, что открывается только поистине умным. Не самым умным, а поистине, а истинно не тот, кто в школе на пятерке учился, а тот, кого все обзывали, кого все считали идиотом, над кем всем смеялись. Это был я. Потому что я ни хрена не понимал. Ладно, это все лирика. Все эти мемуары. Не хочу углубляться. Это очень сильно затягивает. Мерзкая ловушка. Хотел сказать вот о чем. То, что ты, продолжить эту мысль. О том, что я продолжаю использовать эти вещи. Сейчас, по прошествии 30 лет, вдруг я на них смотрю, они какие-то дурацкие, какие-то наивные, какие-то... Ну, я могу с этим поработать. Он как-то вот этот чай созрел. Ты имеешь в виду ролики? Какие-то ролики, какие-то этюды. Я что-то просто приглашал каких-то людей, женщин, домой. Был одержим бабами всякими. И у меня какие-то были свои принципы, что они должны все у меня сниматься. Я вот их снимал каким-то образом. У меня театральный свет дома стоял. И я вот эти всякие этюды снимал. И сейчас смотрю на них. Они там какие-то уже посыпались. Если же на кассеты все было снято. Где-то посыпалось, где-то уже помехи страшные. Но это так мощно, что сейчас можно было бы это снять, но на хорошую аппаратуру. И все это смотрелось бы, конечно, вылизано, гламурно. А это вот из тех времен. И сейчас мне нравится с этим просто поработать, как с такими артефактами древними. И не потому, что я хочу это всему… Нет, конечно же, есть желание всем это потом показать. Но я абсолютно понимаю, что в свете сегодняшних технологий, визуальных всяких эффектов, это большинству будет неинтересно и хорошо. И мне вот это вот таинство очень… Опять же, рассчитанное на очень ограниченных, посвященных людей, которые будут все это смотреть. И мы будем вот эту вот вкусность этого определять и элитарностью, и посвященностью вот этих вот видео, из которых я сделаю какое-то… Я допускаю, что это может вдруг кому-то там понравиться, большому количеству людей, но почти убежден, что нет, поскольку народ сегодня прикормлен вот этими слишком выхолощенными, слишком яркими такими визуальными ловушками, которые… соскочить с которых очень сложно. И вот осознавая этот момент, я принимаю вот эту новую игру, поскольку казалось, что вообще уже в сфере какого-то андеграунда или в сфере каких-то, так скажем, форм в искусстве не для всех уже почти невозможно ничего сказать, поскольку все стало мейнстримом, все стало… идет на кухню, на переработку, на стол, все сжирается, абсолютно все. И вот… вот здесь я где-то нашел вот этот вот момент, что здесь можно пошаманить. Действительно. Ну, блин, ну, трудно. Вот все оно… все стало каким-то шаманизмом. Везде, вот в каждом… Хаос. Да, хаос такой. Оно… то, что раньше было таким андеграундом, такое «Ух, смотри, ничего себе! Ух ты!» или послушать, или посмотреть. Сегодня это везде, в каждой композиции, в каждом фильме. Оно присутствует. Оно прям вот заваливает тебя. Хочешь так, хочешь эдак, и ты не можешь понять, а где оно. Ну, понятно, что оно где. Оно в жизни. Оно в твоей обычной жизни. В том, как ты берешь и вдруг меняешь кардинально, разворачиваешь свой ракурс восприятия или… как мы говорили… Ну, восприятие, да. И начинаешь дирижировать не тем, что пытаешься кого-то удивить, а беспристрастно, без амбиций. Просто дирижировать тем, что есть вот этой жизни. Вот прямо сейчас. Без желания снять это и кому-то показать. Вот еще такая тонкость есть. Восприятие как таковое, оно уже идет немножко с опозданием. То есть оно вторично по отношению к твоему творческому взгляду. То есть смотришь-то ты, ну, вот в запредельной реальности сам на себя всегда. А видишь воспринимаемую картинку мироздания. То есть ты не видишь то, что есть на самом деле. Ты видишь представление. Угу. И это представление сам же перед собой разыгрываешь. Да. Вот. Ну, так это колоссальное поле для творчества. Да. И когда это во взаимодействии с живыми людьми вот в одном пространстве, да, в энергетическом полевом взаимодействии происходит. Это, конечно, безумно интересно. А насколько вот это… Ну, это уже какая-то документалистика получается. Ну, банда. Почему? Это оно у тебя получается. Ага. 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 Ага.